всем привет влог решил начать самого полезного как же добраться до горнолыжного курорта караколь а также в этом выпуске подробно расскажу о ценах у нас есть три варианта чтобы добраться до города караколь в киргизии первый вариант который выбрали собственно мы через бишкек границу кордай и верхнюю то есть северную сторону сакуля занимает меньше 12 часов с расстоянием 596 километров с первого взгляда долго но для нас дорога показалась очень приятная и веселая так на второй вариант и более короткие через киген расстояние 369 километров часть дороги по горной местности в этой связи начаться закрыта в основном из-за снега третий вариант не сильно отличается от первого тем что он проходит через южную часть из сакуля его не рекомендую так как там дорога достаточно неудовлетворительным состоянием в итоге на мой совет воспользоваться первой трассы это самый оптимальный вариант через границу кордай и северную часть саку карты из алматы лучше воспользоваться google maps после границы с киргизией смело пользуйтесь два гис а и и и и и Вот она, судя по всему это черная краска, это Иссыкуль, вот это все Иссыкуль, офигеть, я первый раз на этой горе, потрясающий лес, вот она фишка Так, все, мы готовимся, готовимся, аккуратно Вот так вот, направо сейчас идем туда, под склонно, можно направо идти, но там очень сложно, а налево... Давайте, Пашу пропустим! Паша, давай! Давай, Никита, ты следующий? Давайте, все, без тормозов! Вjamка Песня Песню Песню Субтитры сделал DimaTorzok Каракол Это у нас замечательный Гранатурный курорт В Киргизстане Примечательность его в том, что Очень большая территория, огромная Очень живописный вид Вот такие подъемники Всем, я думаю, интересно между деревьями Кататься здесь миллионы трасс С помощью которых можно Развлечься, между деревьями покатать Все, по стоимости Один примерно стоит Нужно покупать вот такую карточку Она действует на Чун Курчак В горнолыжном курорте, который находится возле Бишкека И Каракол, собственно Ну и стоит сама карточка Где-то, это 200 сон Она стоит И 1200 дневной абонемент 1200 сон Вот примерно так Детский чуть дешевле Будний день здесь Считается со вторника Вторник, среда, четверг Дальше уже выходные дни идут Они по тарифу чуть дороже Вот, ну там процентов на 20 Вот, ну все Давай еще разок Че, еще разок? Да КОНЕЦ Субтитры сделал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Сегодня третий день катаний Мы поднимаемся первый раз Такое солнышко там, погода шикарная Красота Чуть-чуть с краешку проедь здесь Давай, давай ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры сделал DimaTorzok К вашему вниманию предоставлен горнолыжный курорт Каракол с высоты птичьего полета Самый ближний домик это Касса, стрелочками обозначены две парковки Вот так с верхней парковки можно спуститься к кассе первой канатки Синим цветом обозначены канатные дороги, вот первая детская Едет тихо для безопасности, остальные две едут заметно быстрее На дорогу с правой стороны можно залезть посередине, также зайти на средней сложности Дорога слева идет на самый верх, немного сложнее чем первая дорога А теперь о трассах зеленые самые легкие, желтые не для всех, а черные только для избранных А вот и знаменитая вершина высотой 3040 метров Субтитры создавал DimaTorzok Вот наш отель, называется Альтамира Разместились мы на втором этаже Нужно было поставить бронь за 3000 часов Столько же стоят сутки проживания с завтраком, очень вкусным включительно Вот сам номер, две кровати мы объединили Двухместный номер Телевизор работает, каналов немного, но все работает отлично Вот такой балкон Мы на него правда не выходили практически Хотя днем достаточно тепло У другого окна вот такой вид, это баня Очень хорошая, мы там парились Вот сам туалет, все чистенько, ухоженно, каждый день убираются Вот и все Азамар, готовься тогда Крубочку бери Да Я же поднимаю, ну что там Вот такой завтрак Сколько росток времени? Доброе утро, в 7 утра В 7 утра, ровно? Вот так выагаривались Раньше в 7 утра уже все готово Доброе утро, в 8 утра 4 часа закрываются все канатки, поэтому нас уже не пропустили, вообще не просились, просились. Всё, это последний спуск наш на Караколе. Это Луна куда меня привела. Потом мы дальше поехали и увидели машину. Вырезать придётся, он же место занимает. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова